Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на таком замечательном мероприятии. Я в своем докладе хотел бы остановиться на том, как идет процесс создания госсобки, с чего мы достигли и какие видим проблемы. В настоящее время, когда основным трендом развития государства является развитие цифровой экономики, одним из таких основополагающих факторов, влияющих на безопасность государства, является наращивание рядом иностранных государств возможностей воздействия на критическую информационную инфраструктуру. В условиях, когда появляется такая информация, как информация о проведении в Великобритании учений, имитирующих масштабную компьютерную атаку на энергосистемы города Москвы, игнорирование вопросов обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры представляется, мягко говоря, недальновидно. Кроме того, можно отметить, что наиболее резонансные атаки на информационную инфраструктуру в последнее время были направлены на определение уровня устойчивости инфраструктуры России к массированным компьютерным атакам и подбору оптимальной мощности таких атак для гарантированного выведения ее из строя. Таким образом, следует исходить из бесспорного того факта, что защищенность информационных ресурсов имеет для государства стратегическое значение. Факты успешных атак на информационные системы являются в том числе следствием широко распространенного заблуждения, которое сводится к тому, что информационная безопасность – это определенный статический набор программно-аппаратных средств и документов. Однако опыт показывает, что информационной безопасностью нужно заниматься постоянно, анализировать угрозы и принимать своевременные меры по их предупреждению. Для повышения устойчивости функционирования национальных информационных ресурсов в условиях компьютерных атак и создается государственная система обнаружения и предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Следует отметить, что в соответствии с указом президента номер 620 от 22 декабря 2017 года под информационными ресурсами понимаются информационные системы, информационно-телекомендиционные сети, автоматизированные системы управления, находящиеся на территории Российской Федерации. Таким образом, задачи, которые поставлены перед Госсовкой в соответствии с этим указом, должны решаться во всем информационном пространстве России. И мы готовы взаимодействовать со всеми субъектами, владеющими ресурсами в информационном пространстве, кто ответственно относится как к безопасности своих ресурсов, так и к безопасности информационного пространства в целом. Такое взаимодействие может осуществляться как путем обмена информацией об инцидентах и новых угрозах, так и сотрудничество по решению задач обнаружения, реагирования и ликвидации компьютерных инцидентов. Вместе с тем, обязанность организации сил и средств по выявлению и предупреждению компьютерных атак и ликвидации инцидентов, а также взаимодействие с ГУСТОПКО в соответствии с Федеральным законом 187 о безопасности критической инфраструктуры, установлено только для субъектов критической инфраструктуры. Что же нами сделано в течение этого года в рамках исполнения указа 620 и Федерального закона 187? ФСБ России издано три и до конца года будет издан еще три приказа ФСБ, предусмотренных Федеральным законом. Я в своем выступлении не буду подробно останавливаться на их содержании, этому будет посвящен ряд докладов моих коллег на других секциях. В целях обеспечения функционирования ГУСТОПКО заключены соглашения о взаимодействии с 25 государственными органами и различными организациями. В ближайшей перспективе планируется подписать еще около 15 таких соглашений. В целях создания и совершенствования ГУСТОПКО разработаны методические документы по организации процессов обнаружения компьютерных атак, реагирования на компьютерные инциденты и проведения оценки защищенности. Данные документы направлены 72 организациям. Понимаем, что процесс организации сил ГУСТОПКО требует временного и ресурсного обеспечения, но стоит отметить, что все-таки в 18 органах и организациях уже созданы или находятся в процессе создания подразделения по обнаружению и предупреждению о ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, ну или, как мы привыкли уже в обиходе называть, центры ГУСТОПКО. Несмотря на, казалось бы, благополучные цифры, мы, как орган государственной власти, и уполномоченные в области создания ГУСТОПКО, не удовлетворены достигнутыми результатами. В связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на то, что для того, чтобы все субъекты критической инфраструктуры, а это все, кому на законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телеконекционные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах, перечисленных в законе, могли эффективно использовать свои права и исполнять свои обязанности, установленные законом. Они должны стать субъектами ГУСТОПКО. При этом этот процесс никак не связан с процессами и результатами категорирования их систем. Мы понимаем, что закон 187 устанавливает обязанность субъектов, но никак не регулирует ответственность за неисполнение требований. Ну, если, конечно, в результате не было нанесено вреда критической инфраструктуре, когда вступает в действие Уголовный кодекс. Мы будем исправлять эту недоработку, и, как уже Виталий Сергеевич отмечал, будем совершенствовать законодательство в этой сфере. Однако понятно, что только карательные меры, проблему активизации взаимодействия с ГУСТОПКО не решат. Нужно развязывать просветительскую работу, и мы надеемся, в том числе, на помощь тех, кто находится в этом зале. Хочу отметить, что среди активно работающих субъектов ГУСТОПКО на сегодняшний день уже есть организации, не являющиеся субъектами критической инфраструктуры, что свидетельствует об их ответственном подходе к обеспечению безопасности информационных ресурсов Российской Федерации в целом. В соответствии с законом создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Основной задачей является координация деятельности субъектов информационной инфраструктуры, организация обмена сведениями о компьютерных инцидентах и угрозах безопасности информации. Также центр осуществляет взаимодействие с зарубежными партнерами по вопросам реагирования на компьютерные инциденты, и на сегодняшний день такое взаимодействие организовано с группами реагирования 116 стран, что является очень эффективным инструментом защиты информационного пространства нашей страны. В течение этого года сотрудники Национального координационного центра более 300 раз оказывали практическое содействие в выявлении и реагировании на компьютерные инциденты. Специалистами Национального центра подготовлено и направлено субъектом Госсопка более 700 уведомлений об угрозах различного характера. Как я уже отмечал, Госсопка строится не только для объектов критической инфраструктуры, ее участником может стать любой субъект российского информационного пространства. И более того, чем шире будет круг участникам, тем эффективнее будет общая система противодействия вредоносной активности. Поэтому мы активно расширяем наше взаимодействие с владельцами любых информационных ресурсов, и этим усилием уже есть реальные примеры. Примерно месяц назад в результате одного инцидента злоумышленниками было одновременно взломано более 250 сайтов. Они не являлись объектами критической инфраструктуры, но, получив сведения о данном инциденте, эксперты Национального центра установили источники воздействия, определили средства и методы, примененные злоумышленниками, выработали меры противодействия и довели их до заинтересованных участников системы, а также оказали содействие владельцам пострадавших ресурсов в восстановлении их функционирования. Соответствующая информация была доведена до костюм-провайдеров для принятия предупредительных мер в отношении подобных инцидентов. Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что развитие Госсопка является одним из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности, и такое развитие по определению невозможно без участия бизнес-сообщества России. Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время существует большой дефицит высококлассных специалистов в области информационной безопасности, и не каждая даже крупная компания может, зачастую хочет содержать коллектив таких специалистов. Поэтому мы считаем и поддерживаем усилия тех компаний, которые специализируются на построении корпоративных центров мониторинга и развивают рынок услуг в области обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак. Мы готовы включать такие центры в состав Госсопка, закрепляя за ними решение этих задач для их клиентов. В настоящее время такая форма организации взаимодействия с Госсопка прямо не предусмотрена нормативными документами, и мы сейчас занимаемся решением этой проблемы. Другая проблема, связанная с появлением корпоративных центров мониторинга, оказывающих услуги в области противодействия компьютерным атакам, заключается в том, что нужен механизм контроля за качеством оказываемых услуг. Формы и методы такого контроля еще предстоит разработать. По всей видимости, контроль будет проводиться в форме добровольной аттестации. Стратегический вектор развития Госсопка заключается в организации и выстраивании процессов взаимодействия со всеми субъектами КИИ и максимальным охватом других органов и организаций, которые не являются таковыми анализа информации с целью выявления и прогнозирования новых угроз, выработки мер по их нейтрализации и оперативного доведения этой информации до субъектов Госсопка. В одиночку с решением этой задачи не справиться, и мы призываем всех к совместной работе, к работе по обеспечению защищенности наших информационных ресурсов. Мы открыты для взаимодействия, готовы учитывать мнение экспертного сообщества и идти по пути развития правовой сферы в этой области с учетом национальных интересов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok